6 мая мы открыли свой первый компьютерный клуб в Грузии. Это то, что я ждал 4 года подряд. Поэтому можно, можно, еще раз, можно положиться в это. И за это время мы успели открыть бар, полноценную кухню и начали строить сразу два новых киберклуба в стране. Сегодня в этом ролике вы увидите две наши новые точки и их этап строительства. Мы строим второй свой киберклуб. Это наша уже третья точка. Сколько зарабатывает первый клуб? Это очень дорогая игрушка, но самое главное сложная. Какие у нас проблемы и дегустация меню. Это так вкусно, чуваки. Буду рад, если эта серия наберет более чем 30 тысяч лайков. Спасибо бы каждому и приятного просмотра, а самое главное аппетита. Погнали. Это самое длинное жилое здание в Грузии. У меня есть такая информация, возможно это неправда, но в любом случае оно длинное. И смотрите, какие особенности у этого места. Во-первых, это... Так, ладно, мне кажется, просто показывать вам клуб, который вы не знаете, где находится, непонятно в какой стране вы тут никогда не были, это очень сложно. Поэтому давайте все будем проходить с нуля. В Тбилиси 22 станции метро. Наш первый клуб находится на станции Медицинский университет. И этот район считается деловым, и достаток населения выше среднего. Поэтому мы там построили дорогой клуб, где есть своя кухня, бар, большое помещение и премиальные материалы. Мы решили отойти от этого клуба на 20 минут поездки на машине. И попали в район Авлабари. Это спальный район, где не так много экспатов, как было в первом клубе, но тут много коренного населения. Если судить по материальному признаку, то это средний класс. Поэтому мы строим там именно лайт. По нашей тенденции, по нашей политике, мы хотим строить один премиум-клуб в одном городе. И вокруг него лайты. Потому что так просто проще и экономически выгоднее. Вообще, если рассматривать клубы лайт, они гораздо маржинальнее, чем премиумы, потому что в премиумах очень много расходов. И по сути, мы там играем на имидж. А настоящий заработок, он будет именно в лайтах. Слева от меня находится метро, которое сейчас на реставрации. И уже спустя через 3-4 месяца оно будет работать. И появится огромнейший поток людей. Мы бы отошли ближе к нашему клубу. И если вы видите сейчас надпись в Виджине, это написано на грузинском. Короче, вот эта розовая надпись скоро изменится. Вместо нее будет CyberShock Live. Давайте смотреть уже помещение. Вход находится вот здесь. Если что, это цокольный этаж. Тут нас встречает лесенка вверх. Это у нас будет первый туалет. Вот он, настоящий рай. Вы спросите, почему? Посмотрите, как этот клуб выглядит. Да, он полностью белый. И тут очень много гипсокартона, который нам абсолютно не нужен. Поэтому я подхожу к этой штучке и немножечко поиграюсь. Это мы... Мы уже сделали 3D-визуализацию. Мы уже видим, как этот клуб будет выглядеть. Получается, как только мы заходим, нас встречает админский спот. Тут у нас будет два админа. Один основной и второй помощник. Это все дело будет находиться именно здесь. Слева от меня будет 4 комнаты для двух игроков. Это будут дуо-комнаты. После первого клуба на Канделаке мы поняли, что это в спросе. Люди хотят уединяться. И им не нужно находиться с другими людьми, которых они даже не знают. Слышать их разговоры в Дискорде, в Тимспике и так далее. Люди хотят быть как у себя дома. Поэтому мы сделали большой акцент на этом. И в клубах Light не будет общего зала абсолютно. Это радикальное, уникальное решение, о котором мы точно не пожалеем. В итоге, что мы имеем? Здесь у нас будет админская зона и 4 комнаты подряд. И там будет по два компьютера. А между ними специальные комнаты для корпусов компьютеров. То есть вы их не будете видеть. Мы эту фишку будем использовать и дальше. Потому что это вызывает эффект вау. Люди спрашивают, где корпуса, где компьютеры. И мы отвечаем, ребята, это наша фишка. Что насчет стен? Мы сейчас думаем избавиться полностью от стен. И сделать вместо них стекла. Сейчас мы решаем по математике, как это будет выглядеть. Сколько это будет стоить. И мы будем очень рады, если у нас это получится. Мы хотим сделать стекла, которые по одной кнопочке становятся заблюренными. То есть они не будут ничего просвечивать. Какие в этом есть плюсы? Во-первых, это выглядит красиво. Во-вторых, это добавляет больше эффекта масштаба. И третий момент, это просто выглядит как-то дорого. Мы будем с этим работать и надеемся, что у нас это получится. Насчет вообще этих комнат, это была просто победа. Делать такие комнаты для двух, для трех людей стало просто солд-аутом у нас в клубе. Каждый раз, когда я захожу в клуб, у нас может быть там в лайте никого, но все премиум заняты. Люди выбирают сначала эти комнаты, а если они заняты, то они, конечно, расстраиваются и бронируют заранее. Поэтому одно из лучших решений, это было все вот такие вот сольные либо дуо комнаты. Что мы имеем здесь? Здесь у нас будет склад 4х4. То есть, по сути, это буткемпы, где вы сможете играть с большой компанией. И опять же, они будут в закрытом виде. То есть, это будет именно комната. Мы не забыли про диваны, они здесь тоже будут, потому что это дает больше уюта. Мы отходим чуть дальше от складов, и здесь у нас будет мужской туалет. Мы проходим дальше по коридору, и справа от меня, понятное дело, склады. Здесь у нас туалеты. А тут очень интересная комната. Как вы думаете, что может быть на цокольном этаже? Что за нами? Вы можете выбрать для себя правильный ответ. А сейчас я вам озвучу правду. Это комната для курения. Я не знаю, насколько часто это практикуется, что в таких помещениях есть отдельное место для курения. Но это, конечно, круто. У нас есть какая-то особенная фишка. Клиентам не придется каждый раз подниматься наверх и курить. Все есть в этом месте. Ну и почему это место будет в спросе? Потому что в Грузии так получилось, что курит каждый третий, может быть, даже каждый второй взрослый человек. Вот такие вот реалии. Небольшая рекламная интеграция сайта GDrop. Это сайт по открытию кейсов в CSGO. В чем особенность GDrop? Это бонусы. Закинув 1000 рублей, вы получаете плюс 11%, если используете мой промокод. У вас уже больше суммы. Как только вы закидываете эту сумму, вы получаете бонусный предмет. Сразу же. Просто заходя во вкладку скинопад. Дальше. Если вы открываете кейсы, то вы можете выбивать случайным образом Gold Rush. Gold Rush это монетки, которые дают вам возможность выиграть призовой фон. Среди всех тех людей, которые выбили эту монетку. Вы можете участвовать в каких-то ивентах, к примеру, сражения, где если ваша страна выигрывает, вы делите весь призовой фон между вами. Они проработали большое количество бонусов и кэшбэков, поэтому очень стоит его оценить. Мне кажется, это один из самых технологичных сайтов, самых продуманных сайтов, которые я вообще видел. JJDrop красавчики, все ссылки есть в описании этого ролика. Сейчас осталась еще одна комната в этом здании. Давайте смотреть. Она находится вот прямо здесь. Да, это у нас зона для буткемпов. Здесь у нас будет 5 компьютеров в ряд. Здесь у нас будет 5 компьютеров в ряд, а посередине комната для компьютеров. Там будет сервер и склад. Здесь же у нас будут 2 комнаты для 2 людей. Насчет света. Этот клуб наполовину белый, на вторую половину желтый. Он будет полностью серым. Опять же, в ролике про канделаки я вам рассказывал про то, что у нас была проблема с светом, нам нужно делать его темнее. И мы учимся на ошибках, теперь он будет более темного оттенка. Наш третий клуб будет строиться в районе Галдани. Это большой населенный пункт, где живет более чем 400 тысяч человек в одном районе. Это самый многонаселенный район Грузии. Там находится большой торговый центр Галдани Молл, там есть и Макдональдс, и KFC и так далее. И мы строимся прямо около них. Поэтому это хорошая точка, там всегда много людей и я просто поражаюсь пробком в спальном районе. Надеюсь, мы не ошиблись и это то, что нам нужно. Там есть такой моментик, экспатов там нет. Если рассматривать наш первый клуб, то это около 60% экспатов. Но если рассматривать Галдани, то там будет около 90% именно коренного населения. Поэтому будет очень интересно проработать и посмотреть, какая у нас будет разница. Вот эти две двери, это наши. Вот эту дверь мы залакируем, рабочая будет только вот здесь. Да, помещение гораздо меньше, чем у Канделаки. Напоминаю, Канделаки около 700 квадратов. Здесь у нас 168 квадратов. Но в это помещение идеально встают 30 компьютеров. Поэтому мы так и сделаем. Опять же, у нас не будет общего зала. Все, что вы здесь видите, будет в комнатах. 2 на 2, 5 на 5, но без общего зала. И что самое главное, ни в этом клубе и ни во втором на Влабаре у нас не будет пластэшенов. Это такая специфика лайтов. Мы хотим в таких помещениях делать большой акцент именно на компьютеры. Ну а также здесь не будет колянов и своей кухни. Насчет самой стройки. Мы уже закупили много строительных материалов, ну для первой стадии. Во-первых, это у нас профиля и 300 листов гипсокартонов. Как вы понимаете, у нас будет опять же комната, и это нужно все дело обеспечить стенами. Но тут у нас уже есть сложность в стройке, что может немножко затянуть. Во-первых, профиль у нас в высоту 3 метра, а потолки у нас 3 и 4 метра. Это означает то, что мы должны взять один профиль и на него накинуть еще 40 сантиметров. Получается, больше уходит материалов. Такая же история с гипсокартоном, но там уже попроще. Давайте я вам проведу небольшую экскурсию, что у нас будет здесь. Во-первых, это наша входная дверь, но она переместится. Переместится вот сюда, потому что при входе у нас должна быть здесь комната. И таких комнат у нас будет 4. 4 в ряд по 2. Дальше у нас там в углу будет сервер мозги клуба. Ну а дальше будет уголок для уборщиц. Как только мы проходим дальше, здесь у нас встречает админская зона. Опять же, такая же история. Один админ и второй помощник. И они меняются по сменам по 12 часов. Здесь у нас будет буткем 5 на 5. Здесь у нас будет в итоге по 5 компьютеров, а здесь 4 на 4. Опять же, склады. Почему склады? Потому что помещение. Мы пытаемся контролировать и балансировать наше не особо большое помещение по квадратам с количеством компьютеров. Мы проходим дальше, здесь у нас склады, а тут мужской и женский туалет. В итоге, вот так выглядят наши 168 квадратов на улице Голдани. Есть один момент. Этот клуб построится на 4 месяца раньше, чем Авлабари. Все потому что Авлабари мы пока вообще не трогали и занимались только одним клубом. Были причины, почему мы так сделали. Мы решили строить одновременно клубы только через годик-полтора, потому что сейчас мы просто не хотим этим заниматься. Нам нужно сделать хоть один клуб Light, посмотреть, как он работает и сразу же начать строить третий. Сегодня уже 3 сентября и давайте посмотрим, что мы сделали за это время. А сделали мы много чего. Давайте заходить. С этой стороны стены у нас 4 комнаты для компаний из двух человек. Это у нас первая комната для двоих. Вторая комната, третья и четвертая. После вот этой последней четвертой комнаты у нас идет серверная. Если что, серверная это мозги клуба. Для этой задачи мы уже протянули сюда кабеля, поэтому здесь совсем скоро появится большая машинка. Это очень дорогая игрушка, но самое главное сложная. Чтобы сделать всю эту настройку, таких людей в Грузии просто нет. Поэтому мы покупаем билеты сюда, чтобы они бы все это настраивали здесь. Вы не представляете, насколько с этим пока тут проблем, потому что те клубы, которые находятся здесь, они все еще на дисковой системе. Вот такие вот дела. А напротив у нас мужской туалет. А напротив у нас через стенку будет женский туалет. Проходим дальше. И сейчас мы попадаем в зону складов. Четыре компьютера в ряд. И место, чтобы откинуться. Откинуться, звучит смешно, конечно. Вот здесь будут дырочки для мониторов. Здесь будет дырочка для USB-коннекшенов, если вы хотите подключить свои девайсы. Все то же самое, как в кибер-клубе на Канделаке, в премиум-клубе. Но не путайте эти клубы. Это большая разница. Смотрите, на Канделаке мы сделали гранитные столы. Каждый стол стоил там 600 долларов. Здесь каждый стол будет стоить 600 лар уже. То есть все гораздо дешевле. Потому что мы сделаем это из ДСП, а не из гребаного камня. Насчет, кстати, еще мониторов. Мы решили отказаться от BenQZOVI. И в лайтах сделаем эксперимент. И подключим сюда HyperX Armado. Это новые мониторы, которые сейчас стали популярны. Если вы живете в Казахстане, вы с этим знакомы. Потому что они туда зашли прям очень хорошо. В чем их особенность? Это 240 Гц. И они на IPS-матрице. Но самая главная особенность – это их кронштейны. То есть у каждого компьютера у нас будет кронштейн. Вы сможете настраивать и высоту, и расстояние, и угол обзора. Все от начала до конца. Просто через кронштейн. Поэтому будет интересно. Эксперимент должен получиться. Здесь у нас комната для компьютеров. Опять же, такая же история. И вторая комната для компаний из четырех человек. Вот так вот. Конечно, эффект уже не такой на самом деле. Когда я отстроил первый клуб, было вообще непонятно. А что произойдет? Как вот это может превратиться в клуб? Но уже типа все дефолтно. Все понятно от начала до конца. Эффект такой пропал уже. Это обычная стройка. Это не стройка первого клуба. Но на самом деле я до сих пор не понимаю, как мы с тобой сделали первый клуб такой большой. Это просто глупость какая-то. Но нам очень сильно повезло. Мы все сделали правильно. Но в первом клубе делать размер 700 квадратов, это просто нечто. Мы очень сделали большой риск. Но все обошлось. У нас есть комната для пятерых. И их две. Вот у нас первое. Здесь не просто по месяцу пять компьютеров. Здесь у нас будет еще и диван. А диван это просто киллер фича. Сейчас кто приходит к нам в клуб на канделаке, приходит с девушками. Девушки могут не играть. Они сидят на диване, курят, колян, кушают. Либо же друзья, которые просто приходят вместе с товарищами, но не хотят играть. Они все чилят на этом диване. Поэтому это однозначно классное решение. Да, масштаб этого клуба отличается. Он в пять раз меньше, чем то, что у нас на канделаке. Но в этом сама фишка. Мы экспериментируем. Мы построимся сейчас в спальном районе, где мы даже не находимся. Здесь люди, которые вокруг не видели никаких киберклубов. Не, видели. Но они все в ужасном состоянии. У них даже нет компьютеров. Там просто еле как пластэшны. Может быть пятый. В общем, мы покажем абсолютно новую аудиторию, что мы умеем, что мы предлагаем и что их ожидает. Железо везде одно и то же. Мы решили не пробовать что-то новенькое и просто сделать хорошую пластику. Посмотрите на наши комплектующие в премиум клубе. Система Light. И ровно такая же будет и здесь. Потому что это выдержит четыре года. Может быть даже пять. И самая моя любимая комната. Господи, посмотрите на это. Она такая яркая. Она всегда будет яркая, потому что здесь у нас есть стекло. Это стекло будет отрабатывать как реклама. Люди будут проходить и видеть то, что у нас есть компьютеры. У нас есть RGB. Все классно светится. И это не ночной клуб. Это именно киберклуб. В общем, это то, что нам нужно. Мы не будем никак их заклеивать. Никак не делать рекламу того, что тут клуб. То есть вот эти всякие наклейки, краффити мы не хотим. Вот. Поэтому вот наша комната для пятерых. Здесь у нас будут компьютеры. А тут диванчик. Эта шумоизоляция, она будет в каждой стене. То есть вот эта штучка пойдет вот сюда. И вы не будете друг друга слышать. Максимум, кого вы слышите, это, возможно, соседи сверху. Типа идея, вот это вот местечко, это наше. И наши клиенты могут параковаться здесь, потому что у нас есть ключик от вот этого шалкбаума. Но пока как им пользоваться, мы не особо знаем. Конечно, вы взяли, было бы взять вот это помещение тоже сверху, но, к сожалению, они не сдают. Вот наш клуб и вот вторая часть. Дверь переместится с центра налево. А это у нас закроется стеклами. Вот такая вот история. Место классное, здесь всегда много людей, поэтому рынок ест. Сколько же мы зарабатываем? Самый интересный вопрос. И я очень хочу ответить на этот вопрос, потому что такое большое количество людей писало в комментариях, что этот клуб не удастся, все пойдет не так и так далее. Очень много негатива, но, понятное дело, на процентов 98 позитива было больше. И огромное спасибо каждому, кто пишет комментарии с поддержкой, с верой в то, что мы делаем. У нас явно есть проблемы с поддержкой в новых проектах. Такой уж менталитет. Мою команду сейчас хейтят за то, что они на ничего не выигрывают. Также и клуб хейтили, но это все меняется. И поверьте мне еще раз, я это скажу повторно, клубы, которые мы делаем, мы никогда не будем делать их просто, чтобы зарабатывать. Мы их будем делать всегда от души. И даже если мы будем работать минус, мы всегда найдем способ, как это все восстановить. И насчет команды, как бы она бы сейчас бы не играла, но людям, которые мне по-настоящему доверяют, я хочу сказать один раз. Я не смогу допустить себе, что моя команда будет играть не в топ-30 мира. Хоть это через будет 2 года, хоть через 3 года, но мы будем точно играть в топ-30 мира. Ну а сейчас давайте небольшой тест нашей кухни. Проведемся по самым популярным позициям. Кстати, посмотрите, какое классное меню мы сделали. А вот все позиции. Одно из новых нововведений, которые мы планируем, это английский завтрак, который будет работать не только на завтраках. Скоро появятся борщи, супы, потому что для этого нам нужно купить дополнительные холодильники. А хранить супы в холодильнике, где хранятся другие продукты, это нарушение соседства. И поэтому мы ждем. Вот. Я хочу, чтобы вы учли бы наш подход к кухне. Все под контролем, и все по регламенту и стандартам. Давайте сейчас разберем наше меню. И начнем мы с пасты карбонары. Это очень популярная наша позиция. И красиво. Так, ну что ж, давайте пробовать. Стоимость этой карбонары 27 лад. Это одна из самых дорогих позиций в нашем меню. На первом месте тартар. Это так вкусно, чуваки. Мне кажется, паста карбонара является индикатором в любом ресторане. Если она хороша, значит и меню в целом все будет нормальное. Вот. И я думаю, мы справляемся с этой задачей полностью. Клаб-сэндвич. На самом деле, он постоянно есть в кибер-клубах, но обычно в размороженном виде. И ты покупаешь контейнер, открываешь и ешь. Там максимум подогреваешь в микроволновке. Но мы все делаем иначе. И в большом количестве наших клиентов кажется, что наш клаб-сэндвич одна из самых лучших позиций в меню. Его особенность это соус. Если вы будете в нашем клубе, то вот честно рекомендую именно клаб-сэндвичу. Вот начать с него и дальше уже продолжать по другим позициям. Соус. Он так охуенно заходит. Стоимость клаб-сэндвича 18 лад. И сейчас давайте перейдем к бургеру. Это тоже популярная позиция. Люди покупают его часто. Мы пробовали многие варианты. У нас был и куриный, у нас был и со свининой. И остался только с говядиной. Потому что люди почему-то кушают бургеры именно только с говядиной. Давайте посмотрим, как он выглядит. В подаче с бургером идут перчатки, картошка фри и кетчуп. Если что, вы можете заказывать еду в обеденную зону, в PlayStation или же даже за компьютер. Ограничений никаких нет. Да, наверное, в этом ролике вы не услышите ни к чему плохого про кухню от меня. Но если вы придете, вы реально оцените и поймете, что здесь придраться мало к чему можно. Но к чему-то можно. И это к булочке. То, что вы сейчас видите, она изменится. Мы сейчас нашли лучшую булочку, которая выглядит гораздо лучше и визуально она гораздо аппетитнее. Вот сейчас у вас кадры на экране. Это прекрасно. Но если вы каким-то боком испачкали свои руки, это не проблема. На каждом компьютерном столе есть салфеточка. Брендированные под Сабиршорт. Посмотрите, какая она плотная. Она не пахнет спиртом. Руки не становятся после этого липкими. И она огромного размера. Мы реально очень долго подбирали такую салфетку. Она используется в лучших премиальных ресторанах в СНГ. И после того, как вы поели, вы можете просто воспользоваться этой салфеткой и продолжить играть. Никакой проблем в этом нет, потому что после каждого клиента все девайсы протирают спиртом, тряпочками и так далее. Поэтому можете об этом не беспокоиться. Так, ну а сейчас мы возвращаемся к ценникам. И сколько мы зарабатываем? Если брать полную выручку, то мы зарабатываем 60% от времени. То есть люди на 40% покупают допов. И это классная история. Очень. Если рассматривать первый месяц, май, то мы заработали вот такую вот сумму. Если рассматривать с мая по сентябрь, у нас каждый месяц все выше и выше. Мы еще не нашли тот пик, который нам нужен. И мы чувствуем то, что мы можем зарабатывать в два раза больше, чем сейчас. Потому что нашу кухню еще не все оценили, мы не запустили даже доставку. Да, 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 доставку мы тоже хотим запустить, потому что продуктов остается много, трафик большой, и ночью доставки в Грузии мало. А мы работаем 24 на 7. Поэтому с этим тоже будем прорабатывать. Ну и еще то, что у нас просто до 6 вечера никого нет. Без шуток, если вы придете в наш клуб до 6 вечера, просто никого. Ну, 3-4 человека. Но с 6 вечера по час ночи всегда есть народ, всегда сложно найти место, люди бронируют заранее. Вот, это тоже серьезная проблема. Кибер-клубы живут как ночные клубы, такое чувство. Поэтому наша задача это все исправить. Просто сделать ценники в два раза дешевле днем тоже не очень, потому что это не так все просто работает. Надо продумывать как-то все серьезнее, нужно больше времени. Если рассматривать два последних месяца, то в июле мы заработали около 70 тысяч лари, в августе 80 тысяч лари. И каждый год все растет по 10 тысяч. Не знаю, в каком момент произойдет пик, но пока все идет хорошо и мы довольны. Но не думайте, пожалуйста, то, что я сижу и зарабатываю деньги вот каждый месяц оттуда. Я не буду забирать деньги с клуба в течение двух или трех лет до тех пор, пока мы не сможем закрепиться. И я начну зарабатывать только в том случае, когда мы начнем продавать франшизы и какой-то процент буду забирать с паишального взноса. А так мне эти деньги абсолютно не нужны. Я очень люблю реинвестировать, как и мой партнер. Поэтому тут нет никакого желания прямо на месте заработать. Мы мыслим глобальнее и наша цель это делать проект масштабнее, масштабироваться на многие страны и чтобы наши бренды узнавали бы больше и больше людей. Заработать мы всегда успеем и я никогда не ганался за бабками. А еще, я, наверное, забыл уточнить. Если что, я все говорю выручкой. Это не чистая прибыль. Пожалуйста, не думайте, что это все прибыль. В клубах не самая высокая маржинальность, чтобы вы понимали бы. Потому что более чем 50% уходит именно в расходы. Но если из вас есть любопытные люди либо предприниматели, я расскажу о наших более подробных доходах, расходах в своем телеграм-канале. В ролике это слишком много цифр. Много кому это просто неинтересно. Мой телеграм можно найти просто написав в поиске «Шок». Либо вот по QR-коду. Наша задача это в январе достроить наш клуб в Голдане. Уже совсем скоро вы все увидите. Я, понятное дело, буду продолжать снимать эти ролики. А весной мы должны достроить Авлабаре. Посмотреть, как заходит у нас Голдане. И сразу же наработать и быстренько построить Авлабаре. И к концу весны мы хотим попробовать уже поработать в франчайзе. Ну, уже в какой-то другой стране. Посмотрим, что из этого получится. Если что, мы будем отдавать франчайзе только лайты. Премиум мы хотим строить сами. Потому что это слишком сложно. Там и кухня, там и бар, там и кальяны. Короче, очень сложно. Лучше делать это самим. Никто не сделает лучше, чем ты. Если тебе интересны такие ролики про киберклубы, не забудь подписаться на канал и следить за нашими историями. А самое главное, посещай. Когда будешь в Грузии, не забудь, пожалуйста, к нам приехать. С тобой был я, Эрик Шоков. И до следующего ролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok